Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Сегодня сразу в двух районах Сочи сменились руководители. Новых глав представили на планерном совещании мэра курорта. На улице Воровского выделят полосу для общественного транспорта. Там с нового года будут ходить два автобуса. В Сочи задержали наркокурьеров. В такси они перевозили больше килограмма так называемой соли. Шедевры русских сезонов в Париже на сцене зимнего в Сочи. Театр Юрия Григоровича представит на курорте премьеры и известные балетные постановки. Контроль за необоснованным повышением тарифов ЖКХ и создание площадки для диалога между властью и жителями региона. Председатель общественной палаты Краснодарского края отчиталась за проделанную работу в прошлом году перед губернатором. Вениамину Кондратьеву Любовь Попова передала доклад о состоянии гражданского общества на Кубани. По ее словам, общественная палата Краснодарского края вошла в десятку лучших в России. В регионе удалось наладить открытое общение между властью и общественниками. Благодаря общественным советам качество оказания услуг в социальной сфере держит эту ситуацию на максимальном контроле. И сегодня это болезненная тема оказания качества, именно качество оказания услуг в социальной сфере. На самом деле сегодня есть хороший диалог между общественной палатой края и администрацией края, органами местного управления. И есть та площадка, которая должна создать условия для того, чтобы и максимально активные сегодня члены нашего общества и власть могли встречаться, обсуждать проблемы и находить решение. Если мы говорим, что мы гражданское общество, что мы активное гражданское общество, то есть вот выжидательная позиция, позиция, что кто-то придет и сделает за нас, она неверная. Она тупиковая, эта позиция. Поэтому я считаю, что сегодня мы должны нацеливать и все гражданское общество, и жители края особенно общаться с тем, что мы сами и создаем свою жизнь. Есть взгляд со стороны, причем взгляд независимых общественников. Общественников, которые не принадлежат ни к одной партии, которые и не проявляют интересы к каким-то выдвинутым кандидатурам и так далее, а просто смотрят со стороны именно населения. Здесь можно работать с властью по поводу контролирования, а как тратятся деньги бюджетные, а как расставляются приоритеты в интересах населения. Общественные советы созданы в каждом районе края. Они оперативно реагируют на жалобы населения. Чаще всего люди обращаются с вопросами о необоснованном росте тарифов ЖКХ. Вениамин Кондратьев заметил, что общественная палата региона реально влияет на решения местных властей в пользу жителей городов и станиц. Рекордный урожай и беспрецедентная господдержка развития сельского хозяйства стала одной из тем общекраевой планерки у губернатора. В этом году аграриям выделили свыше 7 миллиардов рублей субсидий. Помощь предусмотрена и небольшим фермерам, и тем, кто ведет личное подсобное хозяйство. А вот до 90% затрат компенсируют, если сельхозпроизводители решат объединиться в кооператив. Продолжат тему наши краснодарские коллеги. Аграриями Кубани побит новый рекорд. На этот раз удалось собрать почти 10,5 миллионов тонн зерна. Предварительные итоги жатвы Вениамин Кондратьев озвучивает на краевой планерке и выражает благодарность всем, кто участвовал в уборочной кампании. 35% от всего урожая – пшеница третьего класса. И это несмотря на все капризы погоды. Свою роль в этой очередной победе сыграла и господдержка сельскохозяйственной отрасли. В этом году беспрецедентная сумма свыше 7 миллиардов рублей. Однако реальные деньги получили пока еще не все аграрии. Из всей суммы освоено лишь чуть больше половины. У нас любой день год кормит усилян. Поэтому чем раньше эти деньги дойдут до получателя, тем более это малые формы, еще с подчеркиваю, это личные подсобные хозяйства, фермы, тем устойчивее они будут себя чувствовать при определенных осенних работах, которые тоже позволят в следующем году уже получить очень хороший результат. Вот не может быть, если деньги есть, а до получателя, до агрария они дойти не могут. Ну это, коллеги, уже ни в какие объяснения уложиться не может. Как минимум на 80% должны быть районы обеспечены субсидиями для поддержки малых форм хозяйствения от их заявок. Потому что, еще раз подчеркиваю, это обычные люди, которые на земле работают. За три года именно на развитие личных подсобных и фермерских хозяйств на Кубани выделили больше 2,5 миллиардов рублей. Как результат, в регионе появились почти 200 гектаров теплиц, открылись новые сельхозпредприятия. Однако есть целый ряд районов, где в этом году к освоению выделенных субсидий для фермерских хозяйств и вовсе не приступили. В том числе Анапа и Усталобинский район. Проволочки возникли из-за несвоевременной подготовки документов. Между собой пытаемся пререкаться. Острадают люди. И жители села страдают, еще раз подчеркиваю, и в целом малые формы хозяйственной населения страдают. Потому что между собой программы свести не может. Кто-то, что отвечает, какие документы должен готовить. Но это же само по себе абсурд. Мы теряем, в случае, экономические, определенные свои сегодня возможности, с точки зрения развития этих малых форм хозяйства. Мы, в первую очередь, должны создать условия для того, чтобы это взаимодействие было между вами, коллегами. Это раз. И как следствие, конечно, обеспечить, чтобы жители сельских поселений, малые формы хозяйствования, увидели результат от нашего взаимодействия. А вот поддержку на уровне правительства страны сегодня получают сельхозкооперативы. Сейчас на Кубани их зарегистрировано больше 140. Тем фермерам, которые решили объединиться и создать кооперации в Краснодарском крае компенсируют чуть ли не все затраты на покупку перерабатывающего оборудования. Начинающие кооперативы имеют 90%, которые работают больше двух лет. У них процент, федеральная программа, 60 на 40. В прошлом году у нас, то есть по существующей программе новой, у нас получилось 19 кооперативов. И они сегодня как раз и строят перерабатывающие линии, покупают оборудование и вводят в эксплуатацию. Еще одной важной темой общей краевой планерки стало соблюдение градостроительных норм. В администрацию региона продолжают поступать жалобы от жителей крупных городов о нарушении правил застройки. Есть примеры, когда при возведении жилых домов и офисных зданий сокращаются тротуары и даже проезжая часть дороги. И красная линия нарушается, и площадь застройки нарушается. Но границы застройки, коллеги, это принципиально важно. Мы сейчас научились уже, знаете, как-то ловчить и уже сами себя скоро уже перехитрим. Я считаю, здесь надо и жестче подходить к нам уже к этой беде. Она уже в беду превращается, когда, еще раз подчеркиваю, красная линия и границы застройки просто не соблюдаются. И пока не будет проектов территории, планировки территории, никаких разрешений на строительство, я считаю, выдавать не нужно. Для решения этой проблемы Вениамин Кондратьев предлагает вынести на обсуждение кубанских парламентариев законопроект, согласно которому приоритет будет отдаваться комплексной застройке, а значит, будет запроектировано возведение социальных объектов и благоустройство прилегающих территорий. А если жилая застройка планируется в курортном городе, ограничат и этажность зданий в пределах 300 метров от береговой линии. Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Сразу в двух районах Сочи поменялись главы. О кадровых перестановках стало известно сегодня на планерном совещании под председательством мэра города. Обсудили чиновники и работу с обманутыми дольщиками. К концу года из 28 объектов, которые строились по 214-му федеральному закону, 12 будут исключены из реестра проблемных. Расскажет Инга Габешая. Трагичную прошлую неделю чиновники тоже не обошли стороной. Мэр подчеркнул, что не последнюю роль в произошедших несчастных случаях сыграл и человеческий фактор. Управлению по курортам Пахомов поручил разработать учебный план для руководителей объектов размещения, которых обяжут проводить беседы с постояльцами, рассказывать курортникам о штормовых предупреждениях и их возможных последствиях. К слову, в ближайшие сутки в Сочи снова ожидается дождь с грозой. Люди приезжают с разных регионов, они не могут, наверное, себе не представляют. Ну, шторм и шторм. Думают, шторм, может быть, в море только шторм. Или, например, идут по городу, когда уже 61 мм осадков выпал, и по большому счету вода вышла даже уже с Ливнева, вышла, сравнялась. То есть и 10 сантиметров по бордюру идут. Ну, естественно, что местный понимает, что это очень опасно, и ни в коем случае нельзя вообще ходить по такому, потому что может водой смыть, потому что оно идёт с определённой скоростью, потому что с горой идёт. Наверное, те, кто к нам приезжает, могут этого не знать. Масса вопросов у главы города к правоохранительным органам, которые, к слову, так и не дошли до улицы Просвещения, пока там не произошёл пожар. Причина – отсутствие санкции прокуратуры на проверку объекта. Я дал конкретное поручение, показал два письма на начальника полиции, который пишем. Два месяца пишем. Примите меры по самоуправству. Ноль. Проходит время, неделя. Опять ноль. Рассказываю. Нам прокуратура не разрешает. Кто полиции мешает? Прокурор. Зачем, если это самоуправство? Я завтра вам покажу, как это делается. Я завтра закрою всё на свете, и вы увидите, что вы бездельники. Всего лишь навсего. И бездельники, из-за которых происходит ЧП. Инспектировать Адлерский район, в том числе на предмет несанкционированной торговли, глава города отправится с госпожнадзором и представителями полиции. В полной готовности должны быть спецмашины и кран для сноса и вывоза незаконных объектов, подчеркивает Пахомов. Сопровождать главу города во время рейда будет новый глава района. Сергея Петрова, который полтора года руководил Адлером, сменил Денис Юрковский, и занимавший должность заместителя главы центрального района курорта. Сегодня же мэр представил и исполняющего обязанности главы Хостинского района. Это Павел Клопотовский, прежде заместитель Игоря Яшнова, которому Анатолий Пахомов предложил покинуть пост главы Хостинского района в связи с утратой доверия. А вот доверие обманутых дольщиков недобросовестные застройщики уже вряд ли вернут. Работу над ошибками строителей ведёт администрация города. И к концу года из 28 объектов, строящихся по 214-му федеральному закону, 12 будут исключены из реестра проблемных. С места сдвинулись вопросы с законсервированными объектами концерна «Вант» и «Наш дом Сочи» об этом на планёрке доложил директор департамента строительства. Четыре объекта уже сняли, только начали работать, начали конкретно заниматься. И четыре объекта, четыре объекта. Сколько людей там было обманутых дольщиков? 1429. 1429. Я понимаю ещё раз. Вот вам результат. 15 сентября в городе запланировано крупное совещание, на котором подведут итоги работы по удовлетворению прав дольщиков. К этому сроку ответы на вопросы должны быть найдены по всем объектам строительства. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И продолжаем. На улице Воровского выделят полосу для общественного транспорта. С начала будущего года по ней начнут курсировать автобусы номер 2 и 94. Это, как поясняют власти Сочи, позволит разгрузить улицу Горького, по которой каждый час движется почти по 270 автобусов. Изменения коснутся и количества городских маршрутов. Дело в том, что на курорте есть так называемые дублирующие маршруты. Так, например, движение автобуса номер 3 практически совпадает с номером 43. Муниципальную тройку уберут вообще, а в 43-м поменяют подвижной состав на более комфортный и удобный для инвалидов и пассажиров с детьми. Дублирующие рейсы номер 17, 47, 57К, 105К, 110, 118, 124С, 135К и 180 также будут отменены. При этом транспортная доступность социальных объектов не пострадает, говорится в сообщении. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 8 августа в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 23-25, днем 28-30 градусов выше нуля. В Сочи задержали наркокурьеров. В такси они перевозили больше килограмма так называемой соли. Инспекторы ДПС за нарушение правил остановили такси. В ходе беседы с водителем полицейские обратили внимание на двух пассажиров, которые заметно нервничали. Молодой человек и девушка были с явными признаками наркотического опьянения. В ходе осмотра такси госавтоинспекторы обнаружили рюкзак, принадлежащий пассажирам. В нем находились несколько пакетов со светлым порошком. По заключению эксперта, это наркотик, производная N-метилэфедрона, общей массой более 1 килограмма. В отделе полиции 25-летний житель Тебрюкского района и 31-летняя жительница соседнего государства не пояснили, зачем и куда перевозили запрещенное вещество. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Задержанные на 10 суток, отправленные под административный арест, ведется следствие. За сутки вертолет МЧС дважды вылетал с сочинской базы для спасения туристов. В районе горы Большой Тхач один из участников незарегистрированной тургруппы упал на крутом склоне и получил множественные ушибы, рваную рану бедра и черепно-мозговую травму. Адыгейский спасатель оказали 29-летнему жителю Краснодарского края доврачебную помощь и сообщили в Сочи, что требуется вертолет, так как транспортировка пешком займет около 10 часов. По воздуху пострадавшего доставили в станицу Даховскую, где передали врачам. Также помощь потребовалась туристу-сочинцу. 65-летний мужчина находился на приюте Фишт. По предварительному диагнозу у него случился гипертонический криз. Для срочной эвакуации с сочинской базы МЧС вылетел вертолет. На борту медсестра спасательной службы оказала пострадавшему необходимую помощь. По прилету в Сочи туриста сразу же передали врачам-скурой. Купаться в Черном море опасно для здоровья. Десятки туристов подхватили кишечную палочку. Подобными заявлениями россиян шокируют социальные сети. Кому и для чего выгодно подавать информацию в таком негативном свете? Ответ очевиден. Недобросовестная конкуренция в борьбе за российского туриста. Как действительно обстоят дела с эпидемиологической обстановкой на курорте, узнаем из нашего следующего сюжета. Разгар курортного сезона. Уже в 9 утра на пляже, что называется, яблоку негде упасть. Морская вода плюс 28. Специалист Центра гигиены и эпидемиологии отбирает пробы. Сначала стерильная банка опускается на глубину 30 сантиметров. Затем образец помещают в сумку-холодильник. При температуре плюс 3 градуса вода не меняет свои свойства. А это уже сама лаборатория. Ежедневно на контроль. Сюда привозят десятки проб морской воды со всего побережья Сочи. Каждый образец маркируется только специальным кодом. Таким образом, биохимики просто не имеют представления, где конкретно был сделан забор воды. А это еще один важный нюанс для чистоты проверки. Далее протокол с результатами поступает прямо в Роспотребнадзор. Это микробные исследования воды, исследования на вирусы обязательно, и исследования на холеру проводятся у нас. И вот по этим трем показателям у нас холерный вибрион вообще не выделялся, а все остальные показатели в пределах нормы. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории города Сочи у нас стабильная. Превышение уровня инфекционных заболеваний не зарегистрировано. А это уже инфекционная больница в Дагомысе. Если верить некоторым слухам, то каждый второй пациент попал сюда после купания в море. С этим не согласен идущий на поправку Виктор Смирнов. В море сочинец купается часто, однако отравление получил пищевое. И ни среди знакомых, ни среди соседей по палате подобных случаев молодой человек не припомнил. Если честно, я не знаю. На море бываю, но не было таких случаев, чтобы я заражался. Первый раз я так сильно отравился, что попал в больницу. Вообще первый раз в больнице. Подобные слухи развеивают и врачи-инфекционки, согласно поставленным диагнозам. И опросным листам, которые заполняют пациенты, в том числе и родители, чьи дети оказались в больнице с кишечной инфекцией. Мнение о непригодной для купания воде не более чем просто слух. Да и заполняемость стационара сейчас в рамках сезонных показателей. Основная масса связывает все-таки с питанием, соблюдением правил личной гигиены, своего заболевания. Меняя резко климат, вопрос экономизации стоит достаточного ослабления. Это и ослабление иммунного статуса, и изменение питьевого режима, изменение режима питания. Все это в совокупности может усугубить. В основном диагноз кишечной инфекции ставят детям дошкольного возраста и туристам. Как правило, отдыхающие много времени проводят на пляже, где помимо купания приобретают еду прямо у торговцев с рук. Многие приносят еду с собой, и большинство не видит в этом никакой опасности. Мы употребляем все, что здесь продается. Мы ничего не обходим стороной, и мы не боимся отравиться. Отдыхаем здесь уже больше недели. Каждый день берем что-то вкусненькое. Ну, как-то смотрим. Если народ покупает, то и мы берем. А тем временем столбик термометров в полдень приближается к 40 градусам. И в таких условиях бактерии и микробы размножаются отнюдь не только в морской воде. На суше факторов получить отравление куда больше. Но и это не повод для паники. Ведь, согласно данным Роспотребнадзора, заболеваемость в Сочи острой кишечной инфекции не превышает уровень средних многолетних показателей. Подтверждением безопасности служит тот факт, что спрос на отдых в Сочи продолжает удерживать лидирующие позиции. В Дагомысе продолжается ремонт второй школы искусств. Здание откроет свои двери для талантливых юных сочинцев к новому учебному году. Ход работы ценил глава Сочи Анатолий Пахомов. Он осмотрел, как ремонтируют фасад здания. Его утеплят и усилят. Фундаменты у нас соответствуют. Соответствуют, да. То, что касается строения, то укрепляете и утепляете. Утепляем по технологии. Фундаменты позволяют даже сделать ещё лёгкий какой-нибудь этаж. Но мы остановились на этом. Крышу заменили уже больше, чем наполовину. Изменится и дорога возле школы. Её расширят. В целях безопасности учащихся школы искусств выход разместили с другой стороны здания. Осмотрел Анатолий Пахомов и внутренние помещения. В кабинетах полностью заменят полы и таким образом избавятся от грибка и сырости. Родители, да и общественность и, самое главное, руководитель нашей школы искусств Дагомыси забило тревогу, что данное помещение очень старое и, наверное, уже небезопасное для жизни. Естественно, что нас это всё насерегло с учётом того, что дети здесь и всё может произойти. И населённый пункт без школы искусств оставлять тоже невозможно было. Основную часть работ планируют закончить уже к первому сентября. Напомню, здание было построено почти сто лет назад. Ну а школа искусств сюда заселилась в 70-х и с тех пор не видела капитального ремонта. Также добавлю, что уже через три года на месте этого здания может появиться абсолютно новое. Строительство школы внесено в краевую программу. Лето с пользой для здоровья и ума. В Сочи продолжают работать площадки нашего двора. Это зона активности во дворах многоквартирных домов и пришкола, где дети занимаются спортом и участвуют в образовательных программах. На одной из таких площадок в Дагомысе побывал глава города Анатолий Пахомов и оценил, насколько продуктивно школьники проводят летние каникулы. А здесь интересно. А что вы делаете здесь на площадках? Играют. Играют и не только. Помимо подвижных и спортивных игр – образовательные программы. На площадке возле 76-го гимназии дети участвуют в проекте «Дагомыслета». Его суть – погрузиться в историю поселка, узнать о знаковых местах, интересных фактах, людях и объектах. Вот такой проект, который объединяет творческих детей класса. И все это в результате выливается вот в такие газеты, которые они печатают. Вот видите, фотографии 1957 года и 2017 года, 50-го. Это все искали дети. Школьники с большим удовольствием изучали историю малой родины. На свои проекты уже защитили 10 команд. Впереди еще 14. Итоги подведут в конце лета. Эта работа была очень интересная, как для меня, потому что весь этот поиск информации и знакомство с многочисленными людьми. Этот проект было очень интересно делать, потому что мы узнали очень много о Дагомысе, о нашем поселке, в котором мы живем. В перспективе на основе, в том числе собранных школьниками материалов, 76-й гимназии планируют открыть музей. Глава Сочи отметил, площадки с такими образовательными программами необходимы курорту. Их должно быть больше, ведь лето полезным должно быть не только для здоровья, но и для ума. Проект «Площадка нашего двора» рассчитан на то, чтобы все детки не просто летом с мамами и с папами отдыхали, это тоже нужно, но могли и имели возможность каждый день прибыть на площадку и здесь совместно отдыхать, заниматься спортом, заниматься творчеством. Всего же в Сочи продолжают работу 147 площадок нашего двора. Последняя открылась в июле в Красной Поляне во дворе дома для переселенцев. Инга Габеши, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И к новостям культуры. Шедевры русских сезонов в Париже на сцене Сочинского зимнего театра. С 7 по 10 августа театр Юрия Григоровича представят на курорте премьеры и известные балетные постановки. Коллектив Краснодарского театра балета Юрия Григоровича представит постановки «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Жизель». Впервые краснодарские артисты покажут зрителям шедевры русских сезонов в Париже. Это вечер балетов, в программу которого вошли известные этюды «Жар птица», «Шахерезада», «Седьмой вальс», «Видение розы», «Карнавал» и «Умирающий лебедь», поставленные на музыку великих композиторов Шопена, Римского, Корсакова, Шумана, Стравинского и других. Мы хотели представить нам разнообразие нашего репертуара, чтобы вызвать зрительский интерес полноценный на будущие наши гастроли. Потому что в каждой нашей гастроли мы стараемся не повторяться. У нас большой репертуар. И мы имеем возможность показывать разные спектакли. Важно, чтобы возможности сцены позволяли нам показывать спектакли Григоровича. Театр балета Юрия Григоровича славится не только профессиональными артистами, но и своей зрелищностью. Три еврофуры объемом в 120 кубов понадобилось театру, чтобы привезти в Сочи декорации, костюмы и светооборудование. Завершатся гастроли Краснодарского театра балета 10 августа премьерой «Жизель». В следующий раз труппа приедет на курорт в сентябре и вновь представит публике новинку – балет по мотивам сказки итальянского писателя Джани Радари Чиполина. В Сочи в сентябре пройдет 19-й открытый фестиваль органной музыки. Он состоится с 9 по 30 сентября. К проведению запланировано 7 концертов исполнителей из России и стран зарубежья. Откроет фестиваль органисты из Калининграда Мансур Юсупов. Его программа прозвучит совместно с Сочинским симфоническим оркестром. В этом году за пультом органа будут только мужчины – и молодые музыканты, и маститые исполнители. Это представители как европейских школ, Польши, Италии, Австрии, так и российских городов – Калининград, Белгород, Краснодар и Сочи. Дебютируют на сочинской сцене три органиста – калининградец Мансур Юсупов, итальянец Марио Чефери и австриец Эрнст Валли. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова